Возвращаемся на матч Павага против Павага Джуниор. У нас 1-1 и Павага Джуниор как никогда близка к какой-то мини-сенсации. Да, вчера они бодались с Na'Vi, но оказались слабее. Ну и сейчас могут выбить команду, которая была приглашена прямым приглашением. Более того, свою же собственную организацию, побить их основной состав. Ну и давайте смотреть на драфты. И ферст пик у нас был у команды Павага и ферст бан Медуза. Ответ Бестмастер, Визаж, Кентавр, Свен, Кипер оф зе Лайт. Далее Рус перед ферст пиком ответ Титан Лич сразу же и Дарксир. Вот теперь Павага будут играть этой комбинацией, посмотрим как у них она выходит. Во второй стадии следом были забанены Джакира, Антимаг, Диваурер, Дум. Ну и далее пик Джиггернаута. В ответ пик Бэйна, который может его ловить. Пик Слардара. У нас как будто повторение первой карты, ведь там был Джиггернаут Слардар от команды Павага. Что мы здесь имеем? Мы сразу же имеем очень сильную линию. Джиггернаут плюс Лич, которая, казалось бы, убивает все и вся, но Дарксир имеет Сурдж. Вот здесь важно Дарксиру дожить до этого Сурджа, чтобы спасаться от комбинации Джиггернаут плюс Лич. И Ор Спириту тоже. Титан Слардар. Также очень... Вот хорошая, смотрите, комбинация первая героев. Вот эта вот Джиггернаут Лич сильная. Комбинация Элдер Титан Слардар. Вот эта вот. Тоже сильная. Ну, забирают себе Тролля. Тролля, который неуязвим в ульте. Тролля, который сейчас тоже врывается активно в профессиональную доту. И остаются Мидеры. Ну, естественно, преимущество у Павага Джуниор, потому что у них ласт пик. И вообще, их пик мне нравится пока побольше. У них прям такие хорошие-хорошие добротные линии. И магия, физика есть. Все есть. И сейчас как раз Мидер от какого-нибудь такого мага. И еще и после того, как Павага заберет своего. Ну, что здесь можно забанить? Какого-то утилити сильного Мидера. Ага, не в Девавр... А, нет, не в Деваврора уходят. Хм, бан Пугны. Павага может взять Кунку. Как вариант стабильный. Интересно, что хочет Павага Джуниор. Что им зайдет вообще? Что по контролю? Слардар, Лич, Титан. Ну, более-менее контроль более-менее имеется. По магу, Рону. Лич, Титан. Ну, в основном Лич. Не так много мага. Хотя, вертушка Джаггернаута. Маг, урон более-менее. Физика, естественно, есть. Слардар, Титан, Джаггернаут. Этого достаточно. Так все хорошо сбалансировано у Павага Джуниор прям. И линии сильные. И все сильное. Может быть на тимфайт какого-то еще персонажа. Хотя тимфайт у них неплохой. Но, как бы усилится в этом плане. Или пуш-товеров. Например, ДК того же взять. Чтобы был пуш-товеров. Потому что пока по этому компоненту они проседают. Это единственный компонент, по которому они проседают. Вот так вот. Из всего, что я смог выделить. Не знаю, что банить Павага. Ну, я думаю, что у них будет какой-то Кунка или Разор. Или что-то подобное. Что-то универсальное. Они забанили Мипаря. Забирают Разора. Ну, это логично. Потому что у тебя нет ластпика. Ты не можешь забирать какого-то специфического героя. Окей, знаю, что у соперника Разор. Какие есть варианты у Паваги? Ну, вот ДК уже как-то не очень смотрится. Кунка тоже против Разора. Хорошего ему может быть тяжело. Хотя и постоять может. Но не сказать, что прям лучший выбор. Какой-нибудь такой оранжевик. Не знаю, может быть, все-таки тот же СФ залетит. Так уж здорово он смотрелся. И как раз сейчас дает тот самый дэмэдж по товарам. Против Разора. Как раз сейчас дает тот самый дэмэдж по товарам. 35 секунд остается. Скоро узнаем. Ну что, Пипега Джуниор. Все это максимально выверенный пик. Все проверили. Собрались. Все просчитали. СФ. Ну, СФ, да. Мне нравится. Рейндж. Разора не подпускает. Если Разор пытается подойти, можно рейзами его позабирать. По игре уж СФ точно поярче смотрится многих персонажей. Как мы вчера выяснили, он всегда полезен. Есть маг урон. Есть физ урон. Есть мощный бёрст. Есть дебаф от ультимейта. Есть шикарный просто... Шикарная аура, которая сейчас работает и на ТВРа. Взял ауру по ТВРам и просто сносишь с Джагой все, что только можно. А в комбинации со Слардаром там... Ну, по физике этот пик очень тяжело обыграть. Очень много физ уронов. Но посмотрим, что получится. Какой билд будет у СФ. Мы пока видели исключительно СФ от Афони. Ну, я видел, что вроде как на параллельных линейках пикали СФ. Но, естественно, я же не могу там смотреть, что там делали СФ. Подробно изучать их игру. Просто нет на это времени, к сожалению. Вообще, вот, кстати, хотел бы высказаться по этому поводу, пока у нас не началась игра. Я читал там комментарии и наткнулся на то, что вот на мейджоре, допустим, когда я был ведущий, я говорил, что... Ну, вот, игры этих команд мы не смотрели. Мы не так хорошо их знаем. Ну, поэтому мы ничего сказать не можем. И, мол, это непрофессионально. Наверное, знаете, так говорить действительно было непрофессионально. Но мне просто хотелось быть честным со зрителем. Смотрите, какие у нас были условия. У нас были условия такие, что мобильный интернет там плохо ловит. Wi-Fi стрим грузит очень плохо. И следить за параллельными, особенно четырьмя встречами, было тяжело. Но даже представим, что в теории мне предоставили как аналитику... Ну, не как ведущему, как аналитику. Мне предоставляют все четыре матча. И я могу их смотреть. Поверьте мне, если пытаться смотреть хотя бы два матча по доте одновременно, ты не сможешь нормально проанализировать ни один. Потому что, ну, дота такая игра, где нужно прям вот сидеть и смотреть, чтобы потом было что сказать. Иначе теряется нить игры. У меня даже вот все датаскопы записаны по играм. Ну, практически все, которые я комментировал. Потому что заметить что-то в игре, которую ты не смотрел от и до, очень и очень тяжело. Свинка. Прикольно. Она летает. Типа, ее можно пинать. Блин, а что если она спамит этих свиней? Они будут летать по всей карте. И соперник будет не знать, куда кликать вообще. Забавно. Ладно. Кстати говоря, вот мы когда были в Чунцине, там действительно деревья украшены очень красиво. Так вот. Собственно, посмотреть две игры в любом случае невозможно. А как бы просто глянуть хайлайты сборки и что-то по этому говорить, это очень глупо. Потому что то, что происходило в игре, и то, что ты посмотрел на хайлайтах, может там вообще близко даже не отражать сути самой игры. Игру нужно смотреть от и до, не отвлекаясь ни на что. Если турнир идет в течение целого дня, то ни один аналитик, он не должен говорить о том, что происходило в параллельных матчах, потому что он смотрит исключительно свои игры. Это все равно, что пытаться комментировать две игры параллельно. Абсолютно то же самое. Ну, в общем, на эту тему мы закроем. Зато было о чем поговорить в начале игры. Бигдум забирает руну. Параллельно с этим очень неприятная история для Дарксира. Он забрал свою баунти-руну, кстати говоря. Ну, размен два в два. Но он потерял много хп и использует фласку, что, конечно, уже неприятно. То есть первую фласку он прожал, у него остаются только тангусики. Это плохо. Для него, конечно. Так, ну а что у нас здесь? У нас здесь Элдор Титан и Слардар. Эту линию мы уже видели. Она, конечно, очень мощная. А стоять она будет против Бэйна и тролля. Ну, думаю, что тролль Бэйн постоят против этих ребят. Ну и, конечно, самое интересное, что вообще у нас покажет СФ. Пока он добил только одного крипа из целой пачки. И это очень плохо. А Пикачу успел посадить его на поводок. Минус 17 урона. Еще сложнее СФ будет. Ну, видимо, СФу придется смириться с тем, что начало он немножко подпроиграет здесь. Так, Дарксир и Ор Спирит. Вот посмотрите, что делает Пульш-2002. Он вместо того, чтобы гоняться за Дарксиром... Он, кстати, не взял пока топорик, но обязательно его возьмет. Он просто фармит крипов под вышкой. И пока у него получается неплохо. Ах, немножечко вышка передамажила. Ну, почти все зафармил. На самом деле, молодец большой. Понятно, Дарксир зафармил больше, но тем не менее. Приходит Лич. Да, Личу пока тяжело вот с этим Фростшилдом что-либо сделать. Так, Джаггер, Джаггер. Немножечко поводит крипов. Он хочет отвезти их на кэмп или хотел, может быть, отвезти на кэмп, но кэмпа уже нет. Здесь заблочил его оверспирит своим телом могучим. ГФО пробили. СФ 4-1, Разор 6-3. Ну, вообще нормально. Нормально для СФ, да. Там минус урона какой-то получил, но сейчас будет добивать своих крипов. Разор 59 урона, СФ уже больше. То есть все, теперь уже исключительно скиллуха должна переть и все должен добивать. Анимация атаки у СФ вполне нормальная для этого. Сделал тыку по тавору. Хаста. Не самая плохая руна. Да, Джаггер, все. Джаггер начинает выпуливать крипов для того, чтобы было попроще стоять. И вот так вот сейчас с Блэйд Фьюри профармит крипов и лесных крипов. Очень приятно. Ну и возвращается на линию. Нужно, наверное, вкачивать Хиленвард. Топорик он взял предусмотрительно. Ах, крипочка. Не смог. Так, а тем временем у нас Палантимас сверху погибает. Ой, точнее, забирает ФБ. На Петушаре. Ничего не поделать. Да, вот здесь Дарксир и Спирит прям как раз сделали то, что должны были. А Лич, понимая, что он ничего уже поделать не может, он предусмотрительно уходит с этой линии. И на самом деле это верное решение. Если уж ты не можешь помочь. Да и Джаггернаут особо не страдает. Он стоит вполне нормально. Сейчас опасная ситуация. СФ будет ли его отбрасывать назад. А, нет еще Болдер Смэша. Прикольно. Спирит начинает подключаться, соответственно. СФ восстанавливает себе ману. 12 душ. 16-5 на 9-3. Немного Разор ведет. Вот совсем немного. СФ очень быстро камбэкнет. Фармит он... Ну, не хуже Разора, это точно. Сейчас Разор, конечно, довольно хорошо фармит со своей новой пассивкой. Так. Попытка сбить Курьера. Курьер слишком прочный. Что себе доносит в Курьере? Угу. Рейсбэнд. Ну и, собственно, Грейджиный Стик. Да, Грейджиный Стик, Рейсбэнд. Все очень прилично у этого Джаггернаута. Еще побил Ор Спирита. Пятый уровень. Ор Спириту... Ой-ой-ой. Надо катиться. Ну, самое главное, что Джаггернаут прогнал отсюда, не пропустив при этом ни одного крипа. И еще и спокойно отводит. Ай, двух крипов пропустил. Досадная. Тем временем, сверху нападение на тролля. Эхо Стомп. Кастуется. Слардар успевает дать стан. Сейчас будет баш. Баш проходит. И еще нужен один удар. Нет, Стики успевает нажать тролль. Правда, не попадает по Слардару. Слардар подрубает спринт. Стан и Палантимаса забирают еще... О, Палантимаса забирает еще один фраг на Петушаре. Ну, ничего не поделать. Палантимас здесь, конечно, два фрага оформил. Но! Посмотрите на его крепстат. У него 9-2. У Джаггернаута 38-2. Как вы думаете, что лучше? 9-2 или 38-2? Я вас уверяю, что даже несмотря на два фрага, 38-2 в разы лучше. А если бы тролль еще и погиб, то это было бы просто полная фиаско. Баунти Руна забирает Пуч 2002. Забирает первую. Дарксир еще и сделал ТП. Круто сыграл Джаггер. Он вместо того, чтобы забирать сначала свою, потом чужую, он забрал чужую. Дарксир сделал ТП, ничего не получил. Да, пропущена пачка крипов, но для команды это очень нужные баунтируны. Нападение на Лича. Лич погибает. Слардар успевает, отстанется. Трипла сверху начинает терпеть. Это неприятный момент. Да, и СФ немножко подотстал от Разора, но Разор уходит куда-то в леса, и СФ на линии начинает нагонять. На мой взгляд, СФ просто, посмотрите, он не добивает крипов даже на ровном месте, когда Разора нет. Это плохо для мидера, это очень плохо. Должен добивать вообще все, когда соперника нет. За редким-редким исключением, потому что все мы люди, но он что-то прям подпросел. Ну, опять же, 10 крипов, это не критично. Если смотреть куда-то там, в потенциал СФа. Вот, сейчас хорошо. О, хорошо, хорошо. Все, 21 на 9, Разора 29 на 10. Все, СФ подвыравнивается. Ну и Разор просто начинает бегать за рунами, там что-то искать. Тролль по-прежнему фармится с огромным трудом. У него 19 крипов, у Джаггера 53 уже. Ну, хотя получше стали дела у тролля. Ну, 3-0. 3-0 по счету. Ну, ситуация приятная. Для поваги Джуниор, на мой взгляд. Ну, СФ с Титаном спокойно подкачивает леса. Все, у СФ уже кап душ для его уровня. Сейчас еще рейзами вот эту вот пачечку. А, нет, это просто делают, видимо, стак или что? Не совсем не понял. А, да, я сделал стак. Что у нас здесь? Здесь Сфер Спирит укатился. И попытка забрать JFO. JFO есть 10 стиков. Есть Brain Sub. Использует Brain Sub. Что по стикам. Стики нужно прямо сейчас нажимать. Эхо стомп. Тролля. Тролль вписался. Это может быть ошибка. Да, как же так. Тролль. Тролль вписался за своего Бэйна. У которого, кстати, 10 стиков. Так и осталось. Но потеря тролля, она гораздо более существенна. Тем временем, Джаггернаут. Он здесь дрался с Дарксиром. Дарксир ставил стенку. Но, как мы видим, Джаггернаут продолжает выфармливать. И даже делает это лучше, чем сам Дарксир. О, еще иллюзии привел. Сочные, вкусные. За 12. Ну, чтобы этими иллюзиями Дарксир не развлекал. Просто их продамажил. Да, у Джаггера прям все очень круто. Сейчас переключимся на Нетворс и посмотрим. Да, в принципе, уже можно. Там, наверное, тролли Джаггер. Просто небо и земля должны быть. 3 900 на 2 400. Да, полторы тысячи это много. И при том, что у тролля, как бы, перспективы такие себе. Он бегает за Элдер Титаном. Получают стан на двух героев. Ой, какой шикарный клэп мог быть. Экостомп, вернее. Но отлично сыграл Эр Спирит. За Сайл. Он сел. Отличный фрост шилд. С Лордару нужно убегать от Разора. Он бежит, он бежит. И отрывается. Разор сделал телепорт. Вот, ничего не добились сейчас по Вага. Они не получили ни единичку золота сверху. При том, что, в общем-то, битва была, казалось бы, 3 на 3 равная. Но Джаггернаут продолжает отфармливаться. И еще и Разор перетянулся. Так, находит Лича. Лич успевает сбить Варту. Разор очень много урона. Лич еще и Сентряк зачищает. Но погибает сам. Да, все-таки одного героя отдали. Но там героически сбивал Варда. Тем временем Джаггернаут. О, а Джаггернауту посложнее сейчас будет. Потому что Доминатор появляется у Дарксира. И с Доминатором шутки плохи. Ой-ой-ой-ой. Ну, я не знаю. Кентавр, конечно, молодец, что он так ворвался. Но Джаггер плюс 200. Ставит Хиленвард. Отхиливается. Прорубает себе. Какой же красавчик этот Джаггернаут. Он сделал все идеально. Он получил еще и плюс 200 из-за этого крипа с Доминатором. Он на 1000 уже опережает Дарксира. Но сейчас нужно играть поаккуратнее. Мана кончилась. Вообще, Джаггеру прийти помочь. Но помощь летит Дарксиру. Реально прийти помочь Джаггеру. Да и просто он эту линию... Ему чуть-чуть еще набрать там. Чтобы восполнить ману. Там еще немного статов. И все. Есть умный слэш. Я бы на месте Расперита играл поаккуратнее. Да, это битва за баунтируны. Тем временем сверху нападение на тролли. У него все еще нет ультимейта. Поэтому СФ очень хорошо его разминает. Дальний рейс есть. Нет, это ближний рейс. Минус бейн. Минус 2 сверху удается сделать. Правда, легкое... Легкое преимущество по баунтирунам. У Бабаги. Они забирают 3 против 1. Ну, забрать тролли. Опустить его в очередной раз. 2900 по-прежнему Нетворс, как и был. Нет, у него было 2400, да? Он полтысячи где-то зафармил. Но у Джаггернаута-то уже 5. Джаггернаут-то уже на 2000 ведет. И он еще забирает пачку, после чего делает ТП домой, чтобы восполнить ману. Берет себе Кларити и все. И побежал куда-то. Куда он побежал? Наверх. Даже не восполнил ману до конца. Спешил очень сильно. Не совсем понимаю, зачем Джаггернаут побежал наверх. Возможно, его коварный план заключается в том, чтобы Дарксир уже спушил эту вышку, которую он все равно не удержит. И потом спокойно можно было фармить дальше. Но при этом сейчас он поможет своей команде наверху. Давайте смотреть. Вообще, забег выглядит довольно глупо пока. Очень много времени потратил Джаггернаут. Так, ну, вышку, конечно, сносят, но в миде-то вышка тоже потеряна. И Павага полностью захватила лес. Паваги. Давайте я буду Павага Джуниор называть Пипегой. Чтобы было проще. Как бы будет Павага и Пипега. Хотя нет, все равно будут приходить новые люди и спрашивать. Ну, мне кажется, все были бы согласны. Хорошая игра от Бэйна. Все, лес захвачен. Лес захвачен, в лес не зайти. И три вышки могут потерять в размен на одну. Ну нет, третью задефит, конечно. Слардар подсвечивает Разора. Очень битый Чешир, он ускоряет Катапульту. Зачем он ускорил Катапульту? С чего он этого добился? ССФ дает свой ультимейт. Тем временем забрали Лича. Попытка... Омнислэш! Омнислэш! Омнислэш пошел. И Джейфо очень грамотно делает. Он не подставляет Бигнума. Но в этот момент забирают еще и Дарксира. В итоге размен получается 2 в 1. Разор, конечно, уходит. Также уходит Орспирит. На которого мог перепрыгнуть Джаггернаут. И довольно сильно продамажить и его в том числе. Не факт, что убил бы на самом деле. Ну, с другой стороны, тут Яша. Десятый уровень. Плюс 5 ко всем атрибутам. Кстати говоря, вот бытовало мнение, что плюс 5 ко всем атрибутам. Это не так круто, как 20 скорости передвижения. С другой стороны, Фейзы плюс Яша. И ему в спид это должно хватать. 450 мс. Да, наверное, учитывая покупку Фейзов, Джаггеру хватает такого. Так, тут Мидас Слардар хочет делать. Ага, Владмир скупил. Да, и хочет Мидас. Курьер. Кому-то он что-то приносил. Знают об этом сейчас. А у Слардара 4 секунды кулдаун телепорта. Гэгэр. Спалился. Спалился курицей. Так он может сделать ТП. Не сможет. Слишком много урона. Ну, вернее, он мог, действительно. Дизейблов больше не было. Вот к мидгейму начинает сказываться то, что всё-таки Павага лучше играет, чем Павага Джуниор в какую-то вот такую макро игру. Потому что вот эта ошибка принёс себе колечко. Колечко на две брони. И из-за этого колечка умер. Нижняя. Вообще свой лес не контролят совсем. Потерянная инициатива в своём лесу. Вроде бы отбили его, но не провардели ничего. Контроль не вернули. Вражеские варды не сбили. Хотя знали, что здесь есть какой-то вижен. Так, ну что у нас? Синистер Гейс. Кстати говоря, Лич умер. 7 секунд до умнислэша. Размен. Размен Лича Нойер Спирита. Ну, это такой невыгодный размен. Объясню, почему. Ну, посмотрите. 4 героя. И пятый был только что в таверне. Он летит сюда. 5 героев в одной точке. Сверху фрифармит Палантимас, который уже сейчас и догонит Джиггернаута. Разор отступает. У него всё норм. Дарксир отступает и продолжает фармить. Все фармят. Очень много времени тратит впустую. Вот, Лич купил Сентри и развардил. Ну, кроме этого варда, но его найти реально непросто. Ну, хотя бы на этот раз какой-то контроль они получили. Поставили вард вот сюда, в эту точку. Всё, теперь они хоть что-то знают. Да, Бейн сейчас найдёт Сентри. Но он не хочет сбивать Сентри. И на самом деле его можно понять. Если он начнёт сбивать Сентри, он спалится, что он здесь находится. Так что правильные действия от Бейна. СФ покупает грифзы в этот момент. Очень много времени тратит впустую. Вот, знаете, когда играю в паблик, я прям ненавижу это ощущение. Я думаю, что оно сейчас присутствует у Павага Джуниор. Что ты вот делаешь, ну, как-то много лишних действий. Хочет какие-то вроде и туда нужно, и туда нужно. А на деле ты очень плохо всё с тайм-менеджментом. Вот просто Джаггер бегает. Он просто бегает, смотрите, вот он бегает. Бегаю, бегаю сюда, бегу сюда, бегу куда-то обратно. Куда-то вот сюда бегу. И прибегаю. То есть вместо того, чтобы проделать вот такой маршрут и выбежит сюда, он проделал вот такой маршрут. А тем временем, естественно, уже контратака налицо, потому что враг-то... Враг-то любит делать вещи, а не просто бегать. Ну и Титан всё здесь. Титан тоже мёртв. Джейфо забирает его. Вот просто пока ничего не сделали, пока пробегали по своим лесам. Павага разбивает смуг. И возвращается к фарму. А Палантимас от фармы не отходил. Посмотрите на его Нетворс. Он на 1200 уже отстаёт. А было две. Было две с лишним даже. Так, вот это хорошо от Джаггернаута было сейчас. Второй у меня слэш получил. Так, и ещё и вард сбили. Успел в последний момент лич сбить вард. СФ бы помог своему личу, на самом деле. Да, плюс 200. Правда, затягивает лича в стенку, и лич всё равно погибает. Долго, очень долго. Попытка помочь СФу. И СФ успевает раскастоваться. Много маг-урона, но хватит ли этого? Да, мека от Дарксира, видимо, была. И все живут. Разор на стрейфе. Забирает ещё и Слардара. Отличный Эрсплиттер. Нужно добивать Эрспирита. Эрспирит укатывается. Разора можно добить. Джаггернаут. Блэйд Фьюри не замедляется от стенки. Крипы начинают бить Разору. Кто быстрее? Разор или Джаггернаут? Барабаны через 3 секунды. Через 2 секунды. Но он и так быстрее. Титан. Титан не застомпил там, где нужно. И Разор убегает. Очень много опять времени выигрывается. И в итоге у нас погибает Слардар. Погибает ССФ. А кто-нибудь вообще умер у Паваги? А у них никто не умер. У них Эрспирит ушёл на ЛОХП. Дарксир ушёл на ЛОХП. И вот они на шрайне хилятся. И Разор тоже сбежал. Смотрите, Павага ведёт уже 4000. Тролль 900 монет от Джаггернаута. И разрыв сокращается. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, как же Павага... Ну, они должны выиграть эту игру. Вот по всей логике. Я не вижу за счёт чего. Единственный шанс, знаете, это какой-то выход в Уберлейт. Где просто все уже бегают в пятером. Никто ничего не фармит. И просто, ну, как бы решают всё в драке. Вот здесь, я думаю, Павага Джуниор шансы хорошие. Они, ну, в драках проводят более-менее. Лищ молодец. Сбивает Варда. Дивард это хорошо. Ну, опять же, вся игра идёт на половине карты Павага Джуниор. Вся абсолютно. Вот в этом лесу, во вражеский лес никто не заходит. Там Вард... Там не ступала нога... Герой Рэддин. Нога Члэк. Опять стенка Дарксира. Опять схватили Элдер Титана. Опять инициируют у нас Павага, а не Павага Джуниор. Ещё и Лича замедляют. Лич кидает Фростшилд. Но этого, естественно, не хватает. Потому что Дарксира, он прогорает очень-очень быстро. Ну, вот, собственно говоря, и всё. Уже 5000 и заход на Рошана. А почему бы и нет? Почему бы не зайти на Рошана? Действительно. В общем, никакого контроля вражеского леса. Тролль фрифармит. При этом даже свой лес не смогли законтролить. Вот сейчас попытаются... Ну, за счёт Элдер Титана можно. Лич летит. Так, поставили иллюзию. СФ. Неплохие рейзы. Бэйн минус полстолба. Будет СФ. Ну, нормально. Рошана хотя бы не дали забрать. А может быть самим забрать? Или нет? Кентавр. Кентавр забегает. Рошан дает баш. Слардар. О, Сайланс! Какой баш от Рошана! И Джиггернаут умирает. Боже мой. Нужен Эрдсплиттер. Нужен что-нибудь. Подходит СФ. Сдаёт рейза. Забирает Бэйна. Но ульту он уже раскастовал. СФ также погибает. Байбэк от Бэйна. Элдер Титан погибает. Байбэк от Элдер Титана. Но Дайр должны добирать этого Рошана. Да, ещё и Цаймон погибает. У него это провал. В момент, когда Джиггер уже хотел нажимать вертушку, Рошан его забашил. После этого ему дали Сайланс. Потом... Ну, а потом даже стану Кентавра не нужно было. Он уже погибал. В итоге, Рошан достается по Ваге. Абсолютно закономерно. Хорошая атака была. Нагловато сыграли всё-таки у нас. Если бы не потеряли Джаггера, они бы ещё и Драку могли выиграть. Но сейчас уже 8 тысяч перефарма. Сейчас будет почти десятка после Баунти Рун. 82 на всех. Это 400 золота. Ну да, это 800 золота. Он ещё увеличил разрыв. Находят Джаггера. Финсгрипп имеется. Но давать его, конечно, тяжело. Потому что иллюзия Элдер Титана рядом. 7.05 у Пикачу. Он в очередной раз забирает Лича. Я, конечно, дико извиняюсь. Лич что, разбил шмотки? Или у него реально с начала игры такой Нетворс? Неужели это правда? Он так много покупает вардов и так мало получает, что у него 300 Нетворса? То он же полностью бесполезен. Я-то думаю, как его так быстро забирают? Баш. Сайланс. Отличная игра от земелья. Да, Бигнум хорош. Джаггернаут успевает использовать Блэйд Фьюри. Но его хватает. Нужно бы сбить Бэйн. Ой, успевает ультануть в последний момент Джаггернаут. И сейчас должен здесь зарезать всех. Боже мой. Только тролля не смогли зарезать. Но тролль под ультимейтом, под Аегисом. Тролль зарубил СФ. СФ ничего не может сделать. Можно попробовать забрать тролля. Нет. Сурдж и тролль убегает. Достойная драка. Давайте посмотрим файт рекап. Аегис, конечно, не выбили. Но посмотрите, как много урона Джаггернаут нанес. Он еще и успел отхилиться. И вышел из ультимейта с третью ХП. Да, конечно, жалко СФ, который не смог сбежать от тролля. Ну, как там сбежишь? Сетки, баши. У меня башенка уже имеется. Так, это отпор. Это хотя бы что-то. Вот сейчас мы увидели хотя бы что-то от Павеги Джуниор. Они хотя бы дали отпор. Потому что все шло к тому, что сейчас опять Джаггер умрет. Они драку проиграют и все. И это будет ГГ. Они потеряют сторону, потеряют шрайны. Слишком большое преимущество. Но! Они смогли отбиться. Ведь комбинация у них знатная. Прыгает Слардар. Там, Эхо Стомп. Прыгает Слардар. Дается Эр Сплиттер. И все. Да, кстати, действительно. Вот сейчас слежу с чатом, который с задержкой. И вижу, что если был бы талант на ЭМС у Джаггернаута, он бы реально догнал этого Разора. В той ситуации. Как раз вот этих двадцаточек и не хватило. Ну а что? А тут заход с Аеггисом. И минус сторона все-таки. Вообще не готова оказалась Павага к этому. Павага Джуниор. Или может они специально отдавали, понимая, что драться они не могут. Умни Слэш 20 секунд. Палантимус идет дальше. У него еще минуту 20 будет Аеггис. Возвращается Петушара. СФ не успел набить еще души. Пока только 28. Тролль молотит по вышке. Нереально. Высосан урон у Джаггернаута в количестве 96. Это печально. Хороший Найтмар. Палантимус выживает. У Палантимуса все еще есть Аеггис. Его еще можно отхилить. И что? Хочет атаковать. Но урона-то нет. Урона-то... Ну как нет. Минус 34. А должно быть плюс сколько-то? Да. Должно быть плюс 42. 96 урона. Не хватало. Минус еще одна терр 3. После чего, не задерживаясь, Павага уходит забирать шрайн. И отконтролить баунтируна. Все великолепно. По макро. Вот просто великолепно Павага. Никакого там забараки дайва под конец Аегиса. Просто отходим, забираем шрайн и забираем 4 баунтируны. Преимущество 12 тысяч. И как сейчас выигрывать, непонятно. Разор ВКБ. 130 урона успел накачать. Так, ну и что, смог? Немного палит Курьер. А в Курьере Сэндж, который нужно привезти. Так, дождаться. Да-да-да. Молодец Сэф. Он дожидается своего Сэнджа. Так, чтобы Курьер не спалил. Все равно было немного палевно. Но Павага все читает. Посмотрите, Павага на базе. Они понимают, что соперника нигде нет. Нигде не видно. Занимаются и в позицию, где их не взять. Великолепное чтение игры. Прям Павага прям смотрится на голову выше. В этой игре. Прям даже вот... Ага, линку делает Джаггер. Это, чтобы Разор не кидал поводок. Разор не кидал. Ну что, финальная атака? Или будет ждать Рошар на следующего? Бабочка появляется у тролля. Да, я аж немного приуныл от того, что... Вероятность... Кстати, вероятность победы еще 16%. Ну давайте, вот сейчас. Сейчас решающий момент может быть. Хотя Бэйн срезает вард. И... Да, и тут Джаггернаут уже бежит. Ему ни в коем случае нельзя подставляться. Слардар. Слардар видит оппонента. Нужно уходить на блинке, но не успевает. Получается Сайланс. Ну, блинк же был. Хотел сыграть до конца, а в итоге просто получает Сайланс и погибает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нетверс Личава Симпсону. Сапог хоть купил сегодня? Нет сапога. 29-ая минута. Виндлейс. Шнурок. Берешь шнурок. Наматываешь на ногу. Хотелось бы, конечно, вставить в сапог, но сапога нет. Есть только шнурок. У меня так как-то в детстве, когда я отдыхал у бабушки, были такие кеды, у которых не было подошвы. Я просто их надевал, непонятно зачем. Имитация ботинок каких-то. Верхняя часть есть, а подошвы нет нижней. Слардар после байбека. Эхо стомп. Но БКБ. СФ раскастовывается, но его уже стягает плеткой Рейзор. Не, ну без сапога заканчивать игру нельзя. Все будут думать, что ты разбил шмотки. За 30 минут-то. Если стоять на фонтане 30 минут, то можно собрать любой сапог в доте. Сапог! Пог! Это сапог, чамп! Ну все, сапог есть. Можно и заканчивать выступление на квалификациях. Хотя, я как-то помню, в былые времена, то ли 14.37... По-моему, 14.37 в музах была какая-то супердолгая игра, то ли с Na'Vi, то ли с ВП. Короче говоря, он на Shadow Demon был с одним сапогом. Вы скажете, ну, Лич ведь тоже с одним сапогом, да? Но только он был не на 30-й, а на 60-й минуте с одним сапогом. И они там чуть ли не выиграли эту игру, или даже выиграли. Ну что, у нас готовится финальная атака. Здесь Сыру Розора. Аегису Тролля. Волк имеется. 21 тысяча. Вероятность победы уже 3%. Когда трон упал в прошлой игре, дот плюс показывал 4%. Это хуже, значит, чем упавший трон. Darkseer хочет блинк, видимо, дофармить. Ну, все хотят что-то дофармить понемножку. Так, а сегодня получается еще, наверное, раунд лозеров играется, да? Сегодня же больше, чем 2, было 3. Все, заходит через топ. Не хотят допушивать рейнджовый барак на миде. Ну, как бы это дело времени, знаете, это такое вот. Пойти потом этот барак забрать. Ради него целый заход планировать это такое себе. Тут уже надо думать о том, как верхнюю линию ломать, конечно. Заходит тролль. Блейдфюри от Джаггернаута. Хотят очень сильно убить волка на ауру. И это правильно. Эхо стомп в никуда. Так, Джаггер. Блинк есть. Слардар врывается. Ну что? Сейчас... Ой-ой-ой, какой вакуум! Джаггер нажимает вертушку. В итоге СФ погибает. Он выкупается, но душ нет. Минус Алдар Титан. 75 секунд без него. Разор. Получает Омни Слэш. Съедает сыр. Иор Спирит. Иор Спирит успевает застанет... Ну, вернее, случайно станет Джаггернаута после Омни Слэша. Джаггер выкупается. Тролль все еще жив. Тролль включает ультимейт. И разбивает лицо СФ после байбэка. Это... 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 Good game. Что там у леча? Транквилы. Закончил игру с Транквилами. Знаете, хотел перед игрой на всякий случай, типа, сделать закладку, где 2-1 выигрывает по вага. Ну, а если что, потом, типа, поменять. В итоге не сделал. А зря. Мог бы и сделать. Ну, я про плашку, которая, типа... Которую вы видите между играми. Ну, что? У нас Павага одерживает победу над Павага Джуниор. Павага Джуниор заканчивает выступление на квалификациях. Знаете, мы поздравляем ребят с тем, что они показали себя. Выиграли 2 карты. Это... Не так плохо, как выиграть 0 карт, например. Это постмамиер. Да.